Иван Консенгимич Тарбо в особом представлении не нуждается. Это известный абхазский писатель, поэт. Он прошел большой жизненный и творческий путь. В настоящее время он является руководителем в течение многих лет писательской организации Абхазии. Его знают наши республики, хорошо знают его и за пределами нашей республики. Его читают, его знают, его видят. А что касается нашей Абхазии, то я могу сказать, что нет такой, даже самой маленькой тропинки, по которой Иван Консенгимич много раз не ходил бы. Видное место в творчестве Ивана Консенгимича, на мой взгляд, занимает образ дороги. Одно из его лучших стихотворений, так и называется, «Дорога, которой нет конца». Это применимо к его творчеству. Вот, его поэзия, его поэзия всегда ищущая. Вот я хотел бы спросить Ивана Консенгимича. Иван Консенгимич, как вы пришли в литературу? Какие вы прошли пути, дороги в литературе? Как вы пришли в поэзию? Спасибо, Шалдин Иванович, за ваши слова. А вот как я пришел в литературу, это вопрос очень сложный. По-разному складывается у писателей биография, по-разному приходит в литературу. Видимо, я тоже имею какую-то тропинку, по которой я пришел на большую дорогу нашей абхазской литературы. Родился я в селении Беслахоба, в Чемчевском районе, в крестьянской семье. Я был свидетелем, непосредственным свидетелем, как христианская семья любит землю, как она связана с родной землей, как земля кормила, как из покон веков наши люди были связаны с землей, с родной землей. Они цеплялись за свою землю, они защищали, они обрабатывались. И вот любовь к земле своей я получил именно в своей семье. Семья наша была трудолюбивая. Я помню первые дни организации колхозов в нашей деревне. И мой отец, бывший партизан, который боролся за установление советской власти в Абхазии, был его первым председателем колхоза нашего села. Мой отец большие надежды накладывал на своих сыновей. Нас было семь братьев, нас была большая семья. И мы к труду приучились с детства, и отцу помогали, работали в колхозе. А ночами отец любил нам рассказывать сказки о греческих подвигах представителей народов. Я помню, в 1935 год, всю ночь, когда мне было 14 лет, отец мне рассказывал о подвигах одного народного героя. Я очень внимательно слушал своего отца, а на утро у меня уже была готова поэма. А он был прекрасный рассказчик. Да, вы его помните, он был рассказчик хороший. У меня была поэма готова уже. Понимаете, я уже, мне было тогда 14 лет, я в школу пришел и уже с ребятами читал поэму. Мне показалось, что я написал поэму. Ну, разумеется, это была детская проба, поэмы не было. Но вот так я начал впервые писать. У меня было 14 лет. Потом наша семья переехала в городе Чемчиро. И он на железной дороге работал в грузчику, мой отец. Я учился в абхазской средней школе. И помню первомайский вечер у нас в школе, в абхазской школе, где присутствовал редактор районной газеты «Ныне, значит, наш друг» в 50.00 Бородили. Я на этот вечер прочел стихи, посвященные первому мая. На второй день меня редактор вызывает к себе на работу. И вот он, значит, взял эти стихи и напечатал в газете. В 1937 году впервые я напечатал свои стихи. С Майем мы вступили, Майем, значит, с майским праздником я вступил, с счастливой ногой вступил в абхазскую повесть. Меня пригласили на работу. Я, совмещая учебу в средней школе, работал в газете, в районной газете «Обольшие гумыла», «Большинский путь». После окончания средней школы я был приглашен, сразу же был приглашен в редакцию «Областной газеты». В редакции «Областной газеты» я начал работать потом. И запустим, вообще я перешел в газету, в русскую газету «Советская Абхазия». Потом меня взяли в областной комитет партии. Я вступил в партию еще, будучи учеником в средней школе. Вот так, значит, впервые я, значит, вступил в литературу. Мы вместе с вами работали. Я имел удовольствие слушать ваши стихи в редакции, когда мы вместе с вами. Мы с вами, значит, в редакции работали. Вот война начала, значит, время войны мы с вами работали в редакции. И я должен сказать, что, хотя я первые стихи напечатал в 37-м году, но я не в один своих вспомниках не включал эти стихи. Я более-менее себя считаю поэтом, настоящим поэтом, вот именно с начала войны, когда мы уже возбужали, когда уже мы пели о подвигах наших, значит, земляков, которые сражались за, отстаивали свободу и независимость нашей. Вы не совсем здесь справа, и те стихи тоже могли быть хорошие. Но я более-менее себя считаю, значит, я на ноги встал как поэт, в дни отечественной войны. Ну, теперь, значит, ну, я вот что могу сказать? Ну, и написано очень много стихов, поэм, очень много написано. Но сказать мне сейчас, что из них, значит, вы, какие именно мои поэтические поэзии не ближут из питания времени, мне трудно это сказать сейчас. Но, видимо, кое-что все же из моих произведений, значит, пользуется каким-то читательским интересом. Ну, я работал министром посвящения, долгое время я работал секретарем областного комбината партии, в печати, значит, очень много работал. Когда я в печати работал, значит, мне приходилось очень много разъезжать, я встречался с очень интересными разными людьми. И это все, это вот эти общения, встречи, они оставляли всегда свой отпечаток. И с течением определенного времени я начал чувствовать, что поэзия не совсем дает возможности, чтобы раскрыть полностью себя и какую-то глыбу жизненную, чтобы поднять, видимо, скорее всего, надо прививкать к прозе. И вот уже с годами, значит, я уже почувствовал тягу к прозе. Я написал первый роман «Известное имя», который, значит, который вышел на абхазском языке, потом в переводе на грузинском языке, в журнале «Бнатобе», перевел ее, значит, на очень хороший друг на нее покойный, маме Ассатьяне, потом отдельной книгой, значит, она вышла. Вслед за этим я написал второй роман «Солнце встает у нас». То есть, значит, также были переведены на грузинский, русский, украинский и другие языки. Вот. Ну что я могу себе еще сказать? Я хочу, чтобы... Не, что вы не прочитаете. Я еще пока в конце прочту, я еще хочу кое-что сказать, что... Я считаю себя счастливым, что абхазская литература вышла на большую дорогу. Она неизолированная сейчас живет. Она живет, вот так, равная среди равных, входит в большую семью многонациональной советской литературы. Многие произведения абхазских писателей вышли за пределы, значит, нашей автономной республики. Они стали сейчас духовной ценностью многих и многих читателей Советского Союза. Такие писатели, как Иван, Бабаскини, как народный поэт Абхазии, как Баграт Щинкуба и другие писатели нашего старшего поколения, они пользуются большой популярностью в нашей стране. Это где-то дает стимул и мне, и моим коллегам, и подрастающему новому поколению.